всем привет сегодня я хочу вам рассказать про то как получаете миллионы показов за копейки предположим в вконтакте и разберем с вами различия между си пи м и си пи си моделью показов рекламы значит первое чего хочу начать это что такое аукцион давайте разберемся любой рекламной сети будь то вконтакте фейсбук инстаграм яндекс google неважно есть такое понятие как аукцион аукцион это то количество рекламодателей которые в данный момент присутствуют в сетке и соответственно не борется за поздно одну аудиторию целевую чтобы и показать свою рекламу таким образом чтобы как-то приоритизировать кого-то то есть кто-то показывается больше чаще кто-то меньше реже придумали аукцион аукцион если бы рекламной площадке соответственно что такое аукцион аукцион это знаете как можно сравнить с заказом такси и положим в 6 часов утра там с утра да там а такси будет стоить дешево потому что очень мало людей которые заказывают такси соответственно это не час пик и положим чтобы доехать центр вам нужно заплатить 500 рублей да это цена с утра в час пик там после 8 до 11 часов утра аукцион дороже то есть также за такси вы платите дороже потому что больше людей хотят доехать до работы в центр там и вы платите уже не 500 рублей за тот же промежуток там за тоже за ту же дорогу да предположим там 700 800 рублей днем опять спадает там скажем до 600 рублей вечером опять он сейчас пик люди едут с работы соответственно вы платите опять за такси больше таким образом аукцион это стоимость показа вашей рекламы в определенное время рекламодателей много их нужно естественно как-то но они равномерно не могут показываться кто-то платит больше кто-то платит меньше а в зависимости от возможности рекламодателя ну и настрой который он выставляет таким образом аукцион это как заказ такси давайте разберемся теперь с важными параметрами аукциона и на примере cpm модели когда мы платим за тысячу показов мы разберем те показатели которые влияют на стоимость которую нам рекомендуют положим вконтакте в рекламном кабинете то есть когда вы запускаете рекламу в кабинете вконтакте он у нас всегда ставит рекомендуемую цену давайте посмотрим как это выглядит вот спускаемся вниз вот здесь как раз у нас есть выбор способ оплаты за переходы за показы за переходы это cpc модель cost per click то есть платим за клик и за показы cost per millennium cpm платим за тысячу показов и здесь вот видим рекомендуемую цену вот здесь как раз такие вконтакте нам и предлагают заплатить 241 рубль за тысячу показов соответственно как выбирать если мы выбрали cpm модель а как выбирать эту стоимость как оставить от балды там половину вот давайте разберемся так вернемся к презентации значит есть определенные параметры значит самые важные параметры которые есть которые влияют на нашу открутку это речь frequency value скорость открутки и перерост охвата в секунду речь это процент охвата аудитории доступного при данном cpm frequency это частота показа сколько раз мы показан на одного уника нашу рекламу value ценность аудитории речь уже верху дублировал скорость открутки и перерост охвата в секунду вот эти параметры они влияют на стоимость соответственно нашей поездки на такси ну предположим там скажем если брать такси то тогда когда идет дождь да то у нас стоимость всегда растет стоимость нашей поездки она возрастает либо там какие-то еще другие параметры за пробка вот вот это все она влияет плюс value что такое value ценность аудитории смотрите предположим вы спарсили какую-то часть аудитории да там полу возрастная вилка положим 2147 мужчины да если вы ставите очень низкий cpm очень низкую стоимость открутки тысячи показов то вы как будто бы едете на эконом-классе то есть да вы доедете но это будет медленно это будет некого без без комфорта без кондиционера без радио нормального и с грубым водителем да вот то же самое вконтакте в аукционе то есть когда вы ставите заведомо заниженную стоимость cpm мы таким образом да мы доедем но это будет медленно и мы будем показываться на плохую аудиторию то есть есть качественно аудитория платежеспособна дорогая из вот это 2147 вилки есть не очень и положим когда мы выбираем низкий cpm таким образом вконтакте распределить наш бюджет рекламный на аудиторию с низкой ценой предположим 21 23 и старше 37 лет которые мало кликают мало реагируют то есть ну низкокачественная аудитория таким образом а даже если мы выставляем какие-то параметры целевой аудитории но ставим низкий cpm мы показываемся не на всю полу возрастную вилку которому выставили в настройках аудитории а показываемся на на то что дешевле вот а если мы выбираем там подороже то естественно мы как-то на бизнес-классе с комфортом быстренько доезжаем до точки которые нам нужно то же самое и в аукционе об этом поподробнее дальше естественно вот нас параметры которые влияют на стоимость нашей открутки какой ставить cpm давайте разберемся то есть вконтакте мы видели нам рекомендуют там 258 рублей предположим да за открутку нашей рекламы смотрите если мы как я уже сказал ставим низкий cpm то есть если у нас рекомендуемая цена скажем 258 рублей а мы ставим предположим рублей 90 да ну в среднем 30 процентов от рекомендуемой цены таким образом мы будем показываться очень медленно и качество нашей аудитории будет не очень если мы выбираем половину от рекомендуемой цены а то мы попадаем в золотую середину то есть мы откручиваемся ну не супер быстро ну среднее при этом аудитория наша будет плюс минус нормальная если мы выбираем 70 процентов от рекомендуемой цены это прям супер то есть у нас хорошая скорость открутки хорошая аудитория и таким образом мы получаем хороший результат если мы ставим сто процентов от рекомендуемой цены а скорее всего мы будем переплачивать то есть вконтакте он естественно нам хочет с нас деньги содрать поэтому ставят заведомо завышенную стоимость но при этом естественно по этой стоимости мы будем показываться конечно верху аукциона то есть мы наша реклама будет вверху но не факт что какой-то рекламодатель и и не перебьет скажем я вконтакте всегда использую сервис по автоматическому контролю ставок потому что очень глупо если там говорит скажем по примеру там такси глупо переплачивать с утра когда у нас дешевый такси стоит 500 рублей глупо за него платить тысячу как в час пик а именно это делают рекламодатели когда они не контролируют стоимость открутки показов в вручную предположим да то есть они вот поставили рекомендуемую цену в контакте там 300 рублей да и у них 300 стоит и утром и днем и вечером и ночью при этом ночью могут вообще люди не заходить да а мы платим 300 рублей за тысячу показов вот показом кому как бы то есть там сидит мало людей да вот поэтому очень важно с умом подходить к этому процессу то есть если мы знаем что мы не не можем контролировать вручную данный процесс я вам советую пользоваться сервисом по контролю ставок кому интересно получить такой сервис напишите в комментариях под этим видео хочу сервис и естественно свою почту я вам вышлю там возможности на почту данный сервис которым я пользуюсь если мы ставим больше 100 процентов рекомендуемой цены то мы 100 процентов переплачиваем то есть это все равно что приедет водитель скажет а за сколько тебя довести до центра давай за 500 скажешь не давай за полтора пол естественно он согласится вы поедете но вы просто тупо переплачиваете таким образом ваша модель экономическая она не может не сходиться то скажем а когда вы рассчитали обратную воронку и у вас по модели вашей обратной воронки верхний порог стоимости заявки скажем 300 рублей да когда вы переплачиваете за тысячу показов то стоимость вашей вашего клика и вашей заявки вашего целевого действия возрастает тоже таким образом вас может быть не 300 рублей заявка 500 либо 1000 тут тупо за счет того что вы переплачиваете за ставку которую вы поставили в контакте там за показы такое давайте с вами разберемся а в итоге что такое си пи си пи модель и в каком случае какую выбирать и если мы выбрали си пи модели там как вы в итоге ставить цену значит что такое си пи си пи модель как я уже показал рекламном кабинете нам вконтакте предлагают либо платить за клики либо платить за показы а си пи модель костер миллениум когда мы платим за показы а мы используем тогда когда мы уверены в качестве аудитории в качестве наши офферы в качестве нашей связки аудитории оффера если мы не уверены в результате мы не знаем как отреагирует наша аудитория мы не в курсе того правильно ли мы спарсили нашу аудиторию да там правильно ли мы работали триггеры офферы которые мы используем в креативах или мы делаем тест мы делаем пристрелы либо у нас брендинговая реклама которая работает тупо нахват мы выбираем си пи си модель а для вашего более такого простого понимания я приведу пример с концертной площадкой давайте представим себе что мы с вами организаторы концерта да то есть вот скажем пять лет назад я занимался там продвижением с ребятами крупных концертов там на 10 тысяч человек и давайте представим себе что вот мы организаторы концерта до какого-то начинающего рэпера то есть вот у нас соответственно задача собрать ему скажем тысячный зал наша первая задача это арендовать площадку значит вот мы идем арендуем площадку при этом аренда площадки может быть ну то есть там два варианта развития событий либо мы платим фикс этой площадке то есть мы платим и предположим если площадка большая 100 тысяч рублей все их там не бьет что там происходит на этой площадке сколько там будет народу выступит ли вообще кто там все мы просто арендовали это место за 100 тысяч рублей и дальше мы сами стараемся привлечь туда людей то складываем кучу денег в продвижении концерта там партнеров находим и с горе пополам предложим там собираем этих людей так вот если мы выбираем си пи си модель коспер клик модель то если мы не уверены в том сколько людей придет на концерт то есть по сути чтобы наша экономическая модель сработала нам нужно чтобы минимум пришло скажем 100 человек ну предположим да то есть мы сняли арендовали зал на тысячу на 100 тысяч рублей и нам нужно минимум 100 человек билет у нас стоит на концерт 1000 рублей то есть 100 тысяч рублей мы как бы не в ноль выходим мы отбиваем таким образом нужно минимум 100 человек вот мы стараемся соответственно и понимаем что ну не соберет наш рэпер 100 человек мы приходим к площадке говорим слушай там типа ну к владельцу площадки на слушай помоги нам продвинуть концерт там по своим по своей базе да там положим там у каждой там концертной площадке есть какая-то база и мы с ним договариваемся то что мы будем за каждого пришедшего на концерт тебе платить 500 рублей таким образом угадокей сам там свои ресурсы использует и приводит нам 100 человек за которые мы за каждого платим по 500 рублей все мы как бы риски себя снимаем потому что мы не уверены в результате мы не знаю сколько придет пришло бы людей и мы снимаем себя риски потому что иначе мы бы собрали 10 20 человек при этом заплатили бы больше чем заработали бы да а если мы выбираем себе модель а то мы уверены в качестве рэпера в том что люди придут что он такой трендовый хайповый позже мы там делаем концерт басты да все мы приходим гаем площадка как бы давай нам мы арендуем у тебя площадку за 100 тысяч рублей все и дальше мы сами занимаемся рекламой а таким образом и так как рэпер хайповый кумбаста да предположим туда набивается не тысячу человек предположим ну точнее не 100 человек а тысячу человек да то есть мы заплатив за аренду 100 тысяч мы до хера сверху зарабатываем вот в этом и различие понимаете да то есть если мы не уверены в результате лучше нам платить за за результат за за каждого приведенного человека то есть если ты себе си пи си модель то за за клик мы платим если мы уверены в результате на хрена нам переплачивать лучше мы просто заплатим аренду и дальше уже будем получать эти заявки клиентов и так значит как выбрать и в итоге цену я вам рекомендую если не пользуетесь сервисами по контролю ставок выбирать примерно 70 процентов от рекомендуемого цены то есть если мы здесь видимо 241 рубль то ставьте примерно ну 200 220 рублей где-то ну или 190 так вы будете откручиваться на качественную аудиторию и с нормальной скоростью в видео я соответственно обозначил лайфхак как получить 4 миллиона показов за копейки вот у меня реальный пример си пи си модели вот здесь есть у меня реклама который в которой я начинал просто там тестировал аудитории стесно здесь видно что я заплатил за 4 миллиона 216 тысяч показов 3000 рублей если бы я платил за 1000 показов я бы заплатил 400 тысяч рублей на то что это дофига здесь же я заплатил 3000 рублей за 305 переходов по 10 рублей вот пожалуйста реальный кейс того как можно если вы не уверены там в аудитории либо просто хотите если вы уверены что будет мало кликать и и вы хотите охватить большее количество людей я вам рекомендую использовать соответственно данный тип открутки в си пи си модели если вам было полезно данное видео я вам советую поставить лайк чтобы видео но продвигалась и большее число людей увидела чтобы тоже люди узнавали новое по маркетинг вот и подпишитесь на мой инстаграм вот здесь выскочила видео вот мой логин можете меня найти мой ник в инстаграме подписывайтесь и там часто выкладываю полезные видео поставьте лайк подпишитесь вот спасибо всем большое за внимание и пока не забывайте подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал Продолжение следует...